2021 год объявлен Международным годом креативной экономики. Развитие индустрии творчества является приоритетным направлением для многих стран, в том числе и для России. В прошлом году креативные индустрии составили 4,37% ВВП страны. По прогнозам специалистов, к 2023 году одними из самых востребованных профессий станут специалисты VR, дизайнеры, киберспортсмены, специалисты в видео и кинопроизводстве. Благодаря СПО на рынке появляется все больше высококлассных профессионалов. Многие из них за короткое время добиваются потрясающих карьерных результатов. Среди творческих специалистов есть лидеры общественного мнения. Своим опытом готовы поделиться. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Директор ОНО «Артмастерс». Руководитель проекта Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «Артмастерс» Борислав Володин. Руководитель PlayerOne «My End Games» Антон Городецкий. Самым успешным артистом в 2021 году признан канадский исполнитель «The Weekend». Как сегодня реализоваться в музыкальной сфере? Ну, во-первых, в музыкальной сфере сегодня, как никогда, очень легко себя реализовать, с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что это так легко, огромное количество желающих, соответственно, реализоваться в этой сфере. И поэтому тут же становится слишком большая конкуренция. Но гипотетически возможно. Объем российского рынка видеоигр в России в 2020 году составил 163,4 миллиарда рублей. Что привлекает средства в индустрию гейминга? Хороший вопрос. Игровая индустрия, по прогнозам компании «Ньюзу», в частности, в этом году пробьет отметку в 175 с лишним миллиардов долларов. И это делает ее суммарно больше, чем, например, индустрия музыки или индустрия кино. Ну, и стоит добавить, что с точки зрения соотношения затрат и того выхлопа, который получают пользователи видеоигры, самый крутой формат. То есть вы за относительно небольшие деньги можете получить очень много контента. И «All by myself» в «Селин Дион» концерт для фортепиано Сергея Рахманинова. Наследники композитора получили 12% отчислений от прибыли. Как начинающему композитору монетизировать свое творчество? Наступило такое прекрасное время, понятие, как стрим. И в основном молодежь вся. Вот все имена, которые мы знаем, они зарабатывают вот именно с этих стримов. Причем некоторые из них зарабатывают достаточно большие деньги. Прям очень большие. Одна из самых дорогих игр в истории — Star Citizen. Ее разработка обошлась в 380 миллионов долларов. Сколько можно зарабатывать на играх? Ну, вилки очень большие. И сходу сказать, конечно, сложно. Но в целом в игровой индустрии, как и вообще в IT, зарплаты могут быть очень высокими. Почти все зависит, на самом деле, только от вас, от вашего упорства и готовности решать поставленные задачи максимально креативным. Пол Маккарни — мультиинструменталист. Он играет на басу, ритмы, соло-гитарах, электрооргане, пианино, ударных, духовых и смычковых инструментах. Нужно ли уметь играть на музыкальных инструментах, чтобы писать музыку? И таких примеров много. То, что люди, не имея музыкального образования, в принципе, способны что-то сделать по наитию. Но если мы говорим только о популярной песне в режиме трека, разместить в интернете, то да. Но если что-то чуть-чуть посложнее, уже нет. По данным исследований, объем рынка гейминга сопоставим с объемом рынка пшеницы. Гейминг — цифровой хлеб. Как попасть в индустрию игр? В индустрии очень мощный кадровый голод. Например, только у нас открыто 200 с лишним вакансий. Поэтому, если люди хотят работать в игровой индустрии, сейчас, как говорится, идеальное время для этого. По мнению ученых, творческие профессии — одна из немногих сфер, где человека никогда не сможет заменить искусственный интеллект. Что делать тем, кто только начинает свой творческий путь? В творческой профессии — это обязательно получать образование в том или ином виде, поскольку именно вот этот стандарт, эта образовательная база позволяет любому талантливому человеку раскрыться еще шире. Талант без мастерства — это как топливо. Оно просто горит быстро и ярко. Но если это топливо поместить в бак машины, то тогда эта машина будет ехать долго, эффективно и приносить результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...